К нам пришла Маша, якутск, а она пришла к Игорю. Давайте другую девушку теперь попытаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Как зовут? Настя. Настенька, откуда ты? Я с солнечного Ташкента, но уже как два года нахожусь в Москве, хочу поступать учиться здесь. Ну и с кем ты будешь готовиться поступать? Кто тебе будет помогать, кто тебе будет дарить любовь, заботу, внимание? Умный мужчина. Мужчина? Умный. Умный. Кто это? Нет, кавалерки. Как убрать Диану? Потому что Диана говорит, что в наших отношениях к Валерой это плюс один, и как я решу, так и будет. Поэтому тут, наверное, Диане решать. В отношениях, которых решает женщина, уже нет отношений. Мужчина, в первую очередь, глава отношений. И значит, здоровые отношения могут существовать только когда мужчина прав, только когда мужчина главный, но не когда женщина. Но если Диана делает такой выбор, она, значит, не уважает решение своего мужчины, а мужчине рано или поздно это надоест. Есть вопрос, хочет ли быть главой Валера. Вполне возможно, что ему нравится эта позиция плюс один, и он совершенно не хочет вылезать из-под каблука. Разве? Я вообще не могу понять, почему вы считаете, что я плюс один? Что это проявляет? Каких моих действий? Так что это вся страна, Валер. Так что это вся страна? Да. Ты пока обдумай эту информацию, Валер, ладно? А мы перейдем к вопросам от наших парней. И первый вопрос от самого интеллектуального и острого на язык участника. Илья. Девчонки, хотел бы посмотреть, на что вы способны, проявить себя творчески. Станцуете или споете что-нибудь? Так, будем петь или танцевать? На выбор. Давай, оставляю сначала вот Марии. Хорошо. Давайте вместе с нами потопаем ногами, похлопаем в ладоши, сегодня день хороший. Молодец. Прекрасно. Браво. Молодец. Настя. На самом деле, я немножко, ребят, волнуюсь, но я сейчас попробую спеть. Попробую спеть. Давай. Давай. Ты ведь и голубок под небесную ввысь на все стороны, но смотри, не вернись, но смотри, не вернись черным воронам. Какие разные девушки у нас творчески подкрепленные. Прекрасно. Игорь. Девушки, как вы считаете, почему мужчина изменяет и смогли бы вы простить измену? Почему? Но это зависит, наверное, от своей второй половинки. Если половинка достойна, ты, если ты ее любишь, естественно, то ты никогда не пойдешь на измену. И я считаю, что да, можно простить. То есть, хорошей девушки не изменяют и от хорошей жены, да, не уходят. Правильно? Да. Согласна, кстати. Доля естественная в твоих словах. В общем, нашлась девушка, Игорь, которая тебя оправдала по полной, так что цени ее. А то если в тебя тут, понимаешь, камнями бросались, а вот тебя сразу же оправдала. Анька во всем, оказывается, виновата. А ты случайно совершенно оказался не в том месте, не в том время. Ну хорошо. Такой же вопрос, Настя. Я думаю, я бы, наверное, не смогла бы простить измену. А если сейчас, прямо сейчас, Блюменкранс бросит свою Дианку, изменит ей с тобой? Ну я, во-первых, не допущу, чтобы он просто так как-то изменял и бегал со стороны в сторону. Это ненормально, так не должно быть. То есть ты хочешь, чтобы он сначала бросил Диану, а потом строит отношение с тобой? Валер, понятно? Мне непонятно, что вы мне называете каблуком. Я люблю своим девушкам идти на уступки. Молодец, только ты не расстроился, пожалуйста. Мне просто обидело, что ты мне говоришь, что об этом думает вся страна. Понятно, что об этом не думает вся страна, но с твоей хвости для меня это звучит обидно очень. Все, ребята, прекратите. Диана, вот камера, вот говори туда еще раз. Страна, слушайте Диану. Как она скажет, так и будет. Так, Диан. Валера не плюс один. Все. Диана не плюс один. Валера плюс один. Валера плюс один. Ну правильно, Валера плюс один. То есть ты главный. Валер, сиди и молчи. Валер, ну такое отношение меня не носит. Валер, ну вот, собственно говоря, к тебе пришла девушка, которая... Ну мы что-то пообщаемся, ради бога, я человек открытый. Последний вопрос из Белоруссии. С театрального. Да, девочки, что такое для вас любовь или любили ли вы? Маша? Да, я любила это очень классное чувство. Я бы хотела еще его испытывать. Бабочки в моем животе, наверное. Ой, посмотрите на Игоря. У него тоже бабочки в животе он сидит. У него, знаете, я заметила, он когда внимательно слышит, ему что-то разуме прям ноздри такой. Туда-сюда, туда-сюда. Посмотрите, посмотрите. Вы себя тоже раздували, да? Бабочки. Бабочки. Хорошо. Супер, Настя. Любима ли ты? Я люблю стояку толстого. Я не хочу ничего. А я еще это чувство. Я хочу полюбить, да, я хочу полюбить. Я еще это чувство. Но, парни, вам есть над чем поработать, с кем поработать. Самое главное, да, что есть прекрасные девушки, которые готовы к любви и хотят это чувство испытать здесь вместе с вами. Идемте знакомиться. Спасибо, Оля, спасибо. Ты сегодня сказала, как Диана, плюс один. Ты имела в виду, что ты плюс один, правильно? Я ошибилась. То есть я плюс один? Я перепутала. Так вот, я сам тебя не понимаю, что ты имеешь в виду. Подбери другое слово, просто не произнеси это. Я неправильно тебя понял. Я только что потом догнал, я на самом деле тебя неправильно понял. Но все равно, я не хочу эти разговоры, мне неприятно. Это как мужчины, мне это оскорбляют очень сильно. Да потому что я не должен вестись на это. А ты как дурачок, поэтому от тебя и смеются все. Ну опять, дурачок не дурачок. Все, Диана, ты уже силы нет. Ты понимаешь, что все, я на срыве. Я этого не понимаю. Все хорошо, Диана. Ты что, я с тобой строю отношения? Прекращай, слушай, срыв, не срыв. Мелкая ссора. Мелкая ссора. Ты меня во всем обвиняешься. Я оскорбляю тебя, унижаю. Я ничего этого не делаю. Ди, Ди, ну не расстраивайся, пожалуйста. Ну я чего тут расстраиваюсь? Ты доводишь до такой ситуации, что я расстраиваюсь. Как ты не можешь понять? Не расстраивайся, не плачь, пожалуйста, Ди. Я не могу просто, понимаешь? Я не могу с тобой рядом уже находиться. Просто не могу. Не можешь, что-то разойдемся. Я не понимаю просто. Не хочешь с тобой находиться, скажи мне. Я не понимаю, Ди. Одну день хочешь, другую день не хочешь. Как я должен это расценивать? Вот видишь, что ты делаешь? Я не понимаю тебя. Если тебе противный я, зачем я тебя буду бочить? Уйди вон отсюда, пошел нахрен. Ты меня достал, уже отвечаю. Ты сейчас неправильные вещи говоришь, Диана. Не доводи меня. Ты меня уже довел, я не могу. Да потому что я из-за глупости плачу. Попросил меня не оскорбить. Все. Что ты мне тут начинаешь слезы и скандалы поднимать? Да потому что я не поднимаю. И два дня депрессии своей, беспочвенно. Я тебе говорю. Какая депрессия? Ты дебил или что? Иди вообще отсюда. Диана, 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 что случилось-то? Диана, Диана, что это за фигня? Она сфилел, все пошел отсюда, ты меня раздражаешь. Дела меня ударило по голове, я взял за руку, просто выкинул. Не бил, а просто пронес прайд. Она тебя ударила первой? Да она меня взяла, да. С игрушкой по голове и кулаком заехала мне по виску. Видишь, а я тебе ни разу за такие слова даже не пальцем не трону. Что-то вот начинаешь вспоминать тоже. Все, что было, то прошло. Она же говорит, я должен стать утецом-то что-ли? До свидания. Я думала, учиться как-то по-другому, сглаживать вот эти все ситуации. Но ты мужчина. А Диана Игнатьюк, которая к вечеру помирилась с Валерой, вновь обиделась на него за то, что он помогал новенькой Анастасии обустроиться в женской спальне. Вместо того, чтобы пойти со мной посидеть, я принесла все для того, чтобы хренов эти сырники готовить, а ты, блин, пошел кровать ей строить. Не надо ко мне подсадить. Диана, пожалуйста, не ко мне. Ты убережишь, что тебе лежит? Не отстану. Ну отвали ты от меня. Не отстану. Для меня это унизительно, мне это неприятно. Все, я тебя услышал. Потому что я хочу с тобой находиться, а ты находишься вместо того, чтобы со мной понаходиться в лишнее время, находишься с какой-то телкой. Это не телка, это девушка попросила меня просто помочь. Ну мне плевать, что она тебя попросила. Я такой человек, мне тебя просит, я не отказываю. Да? А что же я, когда тебя прошу, ты мне отказываешь? Все, давайте все, что меня просит, все делаю. Найя, слушай, я сижу, жду, чтобы тебе еду привезли, вот уже, на телефоне. Конечно, вместо того, чтобы со мной пойти полежать, поговорить, ты и занимаешься, но перестану к кровати. Сейчас принесут еду, мы с тобой покушаем, пообщаемся. А я же не хочу с тобой там сидеть и общаться. Ладно. Ничего. Дианочка, какая такая светленькая. Я хочу с тобой разговаривать. Хорошенькая, моя любимая. Иди-ка. Не хочу. Ай, рука! Все, все, я повалил рука, извини. Ну, я не знаю, как с тобой общаться. Диано не получается, видишь? Потому что нужно мне делять внимание, а не телком разную. Да смешная такая. Ладно, хорошо. Даже никак не попросил прощения, ничего. Я же говорю, извини. Ты за свою руку прикласса, ты должен мне ноги целовать. Эти массаж ножек сделать. 5 секунд, 5 секунд, чтобы больше я не видела, что ты вознешь, Ваня. Ты меня понял? Иначе вы ко мне больше не подходили. У них правда так все странно. Знаешь, что, у меня просто... Они правда, подожди, утром просыпаются, в обед ругаются, после обеда выкидывают вещи, например, я образно говорю, а на лобом сидят, у нас все хорошо, мы помирились. Я не знаю, как серьезно относиться, несерьезно. Меня пугает то, что они начинают привыкать вот к такому образу жизни, который вот у них сейчас. И это просто превращается вот в формат их отношений. Ну, ну, то есть, они вот такие. Конечно, каждый тварь и по паре. Но, ты знаешь, что, это может быть прикольно и круто, да, когда они молодые, там, знаешь, там... А ты что, подожди, извини, пожалуйста, реально, я тебя перебью. А ты реально веришь, что они будут за периметром жить? Ну, они могут к этому прийти. Просто они сейчас получают друг от друга то, что хотят. Они могут нам говорить, что им это не нравится. Им это нравится. Ну, они будут, знаешь, за периметром как день с урока. Каждый день вот одно и то же. Они не получают от этого удовольствия. Он получает удовольствие от того, что она его материт, а она получает удовольствие от того, что он ее бьет.